Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить плов с виндоуткой. Утка не сильно жирная, виндоутка не бывает сильно жирной, поэтому сначала я добавила немножко сала с мясом свиное и поджарила. И вот уже жира прилично, теперь сюда выкладываю порезанную уточку и все хорошо обжариваем. А рядом на сковородке у меня уже жарится лучок. Лука и морковки возьмем грамм по 400 грамм. Риса у меня где-то 450 грамм, два стакана граненых. Залила холодной водой. Потом надо будет обязательно помыть в нескольких водах. Взяла специи, чеснок, чайную ложку, перец душистый, вы видите сколько зира и неполная столовая ложка соли. Сучок слегка поджарился, отправляем сюда морковь. Морковь натерла на крупную терочку. Продолжаем жарить, не забываем про мясо, чтобы оно у нас не подгорело. Если сало не хотите ложить, как я ложила, положите растительное масло. Готовим все это до полуготовности и потом все это вместе будем тушить в казане. Итак, мясо у нас уже в казане. Выливаю сюда пол литра воды, даже больше, ну вот пол литровую баночку. И отправляем сюда лук и морковь. И все это дело будет у нас тушиться прямо вот часа полтора. Накроем крышечкой и все это дело у нас будет тушиться. Перемешиваем. Перемешала, определилась с водой. Ну, на данный момент воды достаточно. Отправляем соль и все специи и перемешиваем еще раз. А если надо будет воды, потом добавим, когда будем добавлять уже рис. Много воды ни к чему лить, иначе ваш рис будет просто как каша. Вот теперь уже точно накрываем и полтора часа пускай тушится. Прошло около полутора часов. Мясо я уже попробовала. Прямо, ну, мягкое, можно сказать, мясо. Так, выкладываю, теперь высыпаю рис. Рис у меня обычный. Круглый. Располагаем его как бы вот вовнутрь, чтобы жирок у нас здесь был. Так, смотрим, что у нас с водой. Надо добавить примерно стакан воды. Добавляем. И круглый целый чесночок. Также расположим вовнутрь. Вот так вот, граненый стакан воды. Так, думаю, что хватит воды. Не хочу слишком много воды, чтобы рис не разварился, как каша. Так, хорошо бы чесночок, конечно, большой, но у меня вот таких вот три маленьких. Так, неохота бежать на рынок. Накрываем. И минут двадцать, может быть, тридцать. Всё это дело будет готовиться. Прошло двадцать минут. Попробовала. Вот прям сверху попробовала. Чуть-чуть твердоватый рис. Чуть-чуть. Самую малость. Можно добавить. Там жира полно. Но вот чуть-чуть добавим водички. И вот так вот верхнюю часть всю перемешаем. Чтобы верхний рис пошёл на низ, как бы. Минут пять ещё потушим. И минут десять постоит потом под закрытой крышкой. И наш плов будет готов. А зелень просто посыпем потом сверху. Плов получился на славу. Прямо рисинка к рисиночке. Уже попробовала вкусный-вкусный плов. Смотрите, нет вот той каши, как бывает иногда. Всякое же бывает у любой хозяйки. Плов получился просто прекрасный. Ну а если у вас нету никакой уточки, нет никакого мяса, но вам очень захотелось плова после моего видео, может быть, да? Вот это сало с шеи свиньи, которое я жарила и потом вот использовала в этот плов. Это такие вот выжарки остались. Между прочим, когда-то в 90-х годах Андрей Макаревич давал рецепт. Именно сало с шеи, оно идет с мясом и для плова очень хорошо даже подходит. Ну и, конечно, шикарный будет плов, если вы возьмете мясо именно с шеи свиньи. Этот кусочек я приготовила для другого рецепта. Это я буду готовить шашлык. Так что не пропустите новое интересное видео. А на сегодня все. Всем приятного аппетита. До свидания. До новых встреч.